Уважаемые друзья, коллеги, добрый день. Готовясь к сегодняшнему выступлению, я уже третий раз в голове переформулировал свой доклад. После первых двух сессий и после выступления Олега Николаевича. Я начну сегодня с чего. Сегодня на первой сессии был озвучен такой тезис, что нужно поднимать престиж инженера, престиж рабочего. Но я считаю, что это можно сделать только после поднятия престижа учителя и преподавателя. Как только мы поднимем этот престиж, у нас появятся и рабочие кадры, и специалисты, и инженеры. Первый тезис. Второй. Олег Николаевич затронул. Я буквально быстро посмотрел цифры. На сегодняшний день у нас в системе среднепрофессионального образования обучается 3 миллиона 425 тысяч человек. Это СПО-мониторинг. Из них 16,8% это рабочие кадры, а 83 с копеечкой это среднепрофессиональное образование, это техники и специалисты. С этого можно сделать какой вывод? О том, что мы говорим, нам нужны рабочие, они требуются, а система-то всего готовит 16%. Буквально посмотрел статистику по 1991 году народное хозяйство, было ровно наоборот. В советской системе выпускалось 83% рабочих и 17% специалистов среднего звена. А если мы посчитаем, что на 17% у нас приходится 83% технорей и еще высшего образования, то на одного рабочего у нас 10 начальников получается. Второй тезис. Мы говорили про инженера, что в период индустриализации рост подготовки был до 30%, сегодня его нет. Но я считаю, что его, наверное, и не будет. Почему? Потому что в то время было больше необразованных граждан. Почему был большой ревок, открывались университеты, людей набирали, был скачок. Наверное, на сегодняшний день нужно говорить о качестве подготовки будущих специалистов, а не о их количестве. И второй момент, вот Олег Николаевич может добавит или подправит меня. Мы должны все-таки подумать о коммерческой системе обучения. Лично мое мнение, я считаю, что она немного разложила в принципе систему образования. По крайней мере, в системе высшего образования, мое мнение, что попадают лишние люди, которые не должны были там учиться. Это вот мое небольшое вступление. Мы проговаривали о том, чтобы рассмотреть вопрос про популяризацию рабочих профессий для молодежи. И, скажем, когда мы на базе учреждения собираем мероприятия и говорим, кто же должен этим заниматься. Крупные работодатели говорят, вы образование, вы должны популяризировать. Мы смотрим на работодателей, говорим, вы работодатели, вы должны помогать. Но опять же, на это у меня есть свой взгляд. Я считаю, это вообще должно начинаться прямо с детского сада. Детский сад, популяризация. Воспитатель, нянечка, повар. На сегодняшний день в школе, ну, наверное, не во всех, но все же в большинстве бытует такое мнение. Будешь плохо учиться, пойдешь в колледж. То есть это о чем говорит? Не везде, но все же это есть. Когда мы в образовании начинаем рассказывать про себя, мы, в частности, рекламируем свою материально-техническую базу, мы рекламируем свои профессии. Но, на мое мнение, современному школьнику интересно бы послушать, не какие крутые образовательные учреждения, а на сегодняшний день, какие у нас крутые предприятия. Мы прекрасно слышим о том, что буквально за последний год в Петербурге можно насчитать, что там 20 новых современных предприятий открылось. Но это мы прочитали в новости, и все. Но надо рассказывать, что на предприятии радиоэлектроники появились новые рабочие места, посмотрите, какие они. А здесь нам нужны монтажник по пайке, монтажник по намотке катушек. Вот что должно, наверное, быть. Я столкнулся еще с чем? Зачастую очень много, по крайней мере, у нас в городе рекламы, когда мы видим, что на предприятии требуются токари, сварщики, много рабочих. Мы звоним на предприятия и говорим, а можно мы на вашем баннере разместим образовательные учреждения, где их готовят, чтобы люди видели о том, что нужен токарь, но ты можешь пойти вот в эти образовательные учреждения и получить. Ну, нужно подумать, нужно согласовать. То есть, с одной стороны, промышленности нужны кадры, но, с другой стороны, мы все не можем найти конкретные точки соприкосновения, а как сделать эти рабочие профессии популярными. Наверное, два месяца назад я был на докладах по защите, на сегодняшний день действует федеральный проект профессионалитета, Олег Николаевич затронул. Как раз в послании президента было про это сказано, о том, что сокращать сроки обучения, сделать их максимально короткими и практикоориентированными. И вот на одном из докладов Архангельская область рассказывали по профессию вальщик леса. И начали показывать современные машины, харвестер, фарвардер. И многие взрослые, в частности, родители, вау, как это круто, все восхищенные. А эти машины-то уже 15 лет ездят. То есть вопрос в том, что современные родители, детей, которым по 15 лет, ни разу не видели, что ли, эти машины. Дальше машиностроение. Но станки с ЧПУ, мы уже про них говорим десяток лет. А родители, приходя в образовательное учреждение, заходя в лабораторию, говорят, вау, что у нас такие есть? Тоже вопрос. Но неужели мы их не видим и не показываем? То есть, наверное, чтобы популяризация рабочих профессий шла активно, нам все-таки по телевидению, по-государственному, нужно больше показывать роликов, передач, которые бы продвигали эти рабочие профессии, давали молодежи понять о том, что они будут не в верхонках работать и не в тракторе ДТ-75 с лампой, с паяльной ездить, а действительно бы рассказывали о том, что вот она рабочая профессия. Когда мы говорили о гуманитариях и технарях, вот если в разрезе по СПО-мониторингу посмотреть, 44% всего это технические направления, получается 56% это гуманитарные. Но тоже, наверное, можно как бы подумать и сделать с этого вывод, все-таки в какую сторону нам нужно поворачивать систему образования. И, Олег Николаевич, вот для высшего образования четко разделены понятия целевое обучение и целевой прием. В системе среднего профессионального образования, к сожалению, пока еще этого не появилось, и все-таки мы ждем, наверное, что и у нас закрепится это понятие. У меня все, спасибо. Спасибо большое. Если можно, три коротких комментария. Практически совсем согласен. Первое. Действительно, статус педагога во многом ключ к статусу, в том числе и будущего инженера. К сожалению, по данным высшей школы экономики, 40% учителей в России вынуждены экономить на всем, кроме еды. По всем меркам, это прямая бедность. Учитель никогда не был миллионером, но все-таки, знаете, мы ворчали в советский период, что учитель мало получает. Но, закончив университет, за одну ставку я должен был получить, соответственно, два прожиточных минимума. Сейчас мой выпускник с городом именем Магистр, приходя в школу в городе Омске, за 24 часа, то есть почти полторы ставки, получал чуть больше одного прожиточного минимума. Вот вам разница в подходах к делу. Это первое. Второе. Я совершенно солидарен с тем, что надо менять во многом политику средств массовой информации. Если поменьше рассказывать о том, кто с кем грешит и каким способом, и немножко побольше о том, кто создает в стране национальное богатство. Кстати, у нас был некоторый опыт в конце 80-х годов, когда продвинутые педагоги получали такие аудитории на телевидении, которые, какие сейчас, получает только какой-нибудь Малахов. Мы не можем без конца гнаться за рейтингом, особенно на государственных каналах. Мы должны гнаться за подготовкой специалистов и граждан. И третий в этой связи комментарий мы неоднократно предлагали в наших законопроектах, чтобы у нас создавались специальные образовательные каналы, которые были бы наряду с каналом культура, которые бы продвигали идеи образования в разных областях. Потому что, не хочу говорить только хорошо о прошлом, но в свое время по воскресеньям вся мыслящая Россия усаживалась, утилизовала и смотрела программу Сергея Петровича Капицы, очевидная, невероятная. Теперь, когда мы спрашиваем молодых ребят, которые готовились только по тем предметам, которые собирались сдавать на ЕГЭ, а правда вы согласны с тем, что Солнце – это спутник Земли? 35% – да, согласны. А вы согласны с тем, что гены содержат только геномодифицированные растения, а обычные растения генов не содержат? Да, 30% согласны. Я бы мог продолжить, но не будем дальше о грустном. Поэтому абсолютно правильное предложение, я их поддерживаю. Спасибо. Не считаете ли вы целесообразным вернуться к прошлой системе заказа от отраслей экономики? Иначе, работая только с информационным этим полем, мы опять отдаем эту подготовку на невидимую руку рынка, а это а-ля опять то, о чем мы здесь собрались и о чем говорим. Есть ли такой опыт в Санкт-Петербурге, когда заказы поступают от кого-то? И если да, то скажите. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Светлана Евгеньевна не даст соврать. На самом деле, не только в Санкт-Петербурге, а вообще во всей Российской Федерации контрольные цифры приемов формируются по потребности промышленности, через местные, у нас это комитет по труду и занятости, плюс комитет по промышленности, которые формируют заказы от работодателей, тем самым наш учредитель, орган исполнительной власти в сфере образования, аккумулируют их и дают на субъект. Но здесь есть проблема в чем? Как говорит промышленность от работодателей, в основном кадры нужны здесь и сейчас. Ну то есть все говорят, дайте прямо сейчас, надо вот в январе, феврале нам... А система образования, насколько вы знаете, раз в год выпускает. Ну то есть мы не можем взять и в апреле месяце 20 человек отдать. Здесь, скорее всего, нужно прорабатывать оптимальные механизмы. Вот я думаю, федеральный проект профессионалитета это поможет сделать, как раз быстро сформировать образовательные программы, найти ключевых работодателей и тем самым ускорить этот процесс. Вы знаете, на сегодняшний день вот есть договора о целевом обучении. Есть постановление правительства, подписанное Мишустиным, где есть примерный шаблон этого документа, но там есть обязательства по трудоустройству. Но, к сожалению, практически не все работодатели хотят подписывать этот документ, беря на себя бремя, то, что они должны трудоустроить в обязательном порядке выпускника. Хотя механизм с точки зрения государства, он есть. Спасибо. Я попросила вернуться на трибуну. Мне вопрос к вам, в Государственной Думе. Не к вам, к сожалению. Ну, хорошо. Значит, ну, не знаю, кто-нибудь вообще смотрел современные учебники по математике, по физике? Отлично, отлично. Вы, наверное, обратили внимание, что на самом деле совершенно ужасно. Не говорим, что об ошибках. И, в принципе, там или сразу очень сложные задачи, или, так сказать, вообще какой-то маразм. Вот. А почему это так происходит? Потому что у нас учебники коммерческие. Значит, я просто знаю. Люди, допустим, когда-то написали в советское время отличные учебники. По математике, по физике, по химии. Сейчас учебники предпринимательские. То есть, как я знаю, обычно делают. Три человека делают. Первый пишет. Второй связывает этого написанного учебника. Хотя он, может, даже не знает физику. Но пишет. Второй, так сказать, который связывает с Министерством образования, чтобы его одобрили и пустили в массы для дебилизации населения. То есть, в принципе, учебники ужасные. Вот. Но коммерция. Конечно, так сказать, кто смел, тот и съел. Вот. Это, так сказать, первое, я хотел спросить. На самом деле, должна быть не просто комиссия. Комиссия там, может быть, комиссии доктора, профессора, академики. Я просто знаю даже некоторых академиков и прочее в области образования. Вот. Прямо хочу сказать. Конечно, они нормальные люди. В том смысле, они тоже хотят кушать. И они правильно оценят учебник. Как надо. Зависимо из того, сколько заплатят им. Вот. И поэтому в данном случае какая-то должна быть общественная комиссия, допустим, насчет учебников. Потому что, на самом деле, мы убиваем детей. Дети в школах не смогут по этим учебникам учиться. То есть, это специально созданы такие учебники, чтобы они были сложные и не сдали ЕГЭ. Сейчас вот говорят, ЕГЭ плохое и прочее. Дело не в ЕГЭ. Дело в учебниках. Учебники просто безобразные. Учебники просто безобразные. А, да, все, все. В чем вопрос заключал? Вопрос, на самом деле, дума вообще, она думает насчет того, чтобы все же контролировать, так сказать, качество учебников. Начну с того, что дума думает по-разному. Знаете, была когда-то такая шутка, что встречаются депутат думы и депутат рады. У вас, говорит, как называется парламент рада, а у вас дума. А чему рада? А тому, что не дума. Но дело не в этом. Вообще-то, контролировать качество учебников вряд ли может Государственная Дума, потому что я, например, к сожалению, очень многое забыл из любимой мной математики и физики. И вряд ли сейчас могу быть экспертом по учебникам в области физики и математики. В области истории, общества знания, наверняка, и даже, может быть, в области литературы тоже. Вот много гуманитарных предметов. Понимаете, происходит страшная бюрократизация. До недавнего времени как происходила экспертиза учебников, чтобы вы знали, коллеги? А. Академия наук экспертировала учебники на предмет их научного содержания. Б. Академия образования экспертировала учебники на предмет их научно-методического содержания. В. Проводилась общественная экспертиза с участием родителей тех других общественных объединений. Г. По истории проводилась еще и культурно-историческая экспертиза с участием Российского исторического общества. А потом откройте учебник по истории, я говорю о том, что знаю, и прочитаете там, что с сентября 1939 года по июнь 1941 года Советский Союз был фактическим и воюющим союзником Германии. Я не говорю про то, что это оскорбление для наших отцов и дедов, я говорю, что это просто историческая ложь. Все прекрасно знают, что Сталин и Гитлер, что делали? Притворялись друзьями и готовились к войне друг против друга. То есть авторы этих учебников принимают видимость за сущности. У семья негде тебя без глазу. Сейчас приняты другие решения. Теперь министерство берет на себя полную ответственность за выпуск учебников. Посмотрим, будет ли от этого лучше. Потому что учебники во многом отражают уровень подготовки наших людей. Я так, кстати сказать, уверен, что в подготовке учебников должны принимать участие не только академики, но и учителя. Я готов написать вузовский учебник, как академик, российская академия образования. За школьный, наверное, я не возьмусь. Почему? Потому что надо видеть ребенка каждый день и понимать уровень его понимания. Я только понимаю, что современные учебники по истории, географии, они переусложнены. Они написаны слишком сложно. Как вузовские практически. И это мешает усвоению ребятами материала. Если бы учебник был не хуже по содержанию, но написан более простым, нормальным человеческим языком, знания были бы гораздо лучше. А так у нас 60% граждан думают, что царя свергли большевики. Понимаете? Что делать? Поэтому, что можем, пытаемся делать, но это вопрос не только к парламенту, в общем, к образовательному сообществу и, конечно, к политике министерства. Я вот себя помню в девятом классе, у нас были нормальные труды, где мы делали, точили, были станки. На сегодняшний день у меня у ребенка труды – это бумага и клей. И у меня тоже были труды. И даже столярка и слесарка. Но, к сожалению, они со школы приходят в образовательные учреждения, что среднего профессионального образования, что высшего, не готовы к выполнению тех задач, которые перед ними стоят. Я хочу одновременно дать оценку и задать вопрос. Можно я так? Ну, очень лаконично. Вот тема нашей злободневной. Да, да, да. Вот смотрите, сейчас информация, она как никогда доступна, да, соответственно. А, меня зовут Дмитрий Драйлинг. Дмитрий, меня зовут, фамилия Драйлинг. Я представитель биржи, фондового рынка, управляющий крупным частным капиталом. У меня по теме оценки и вопросов. Смотрите, информация сейчас доступна от малого до велика. Детки маленькие, в школу, в садик ходят, уже тикток и так далее. Смотрите, вот он учится в школе, пошел в институт, он начинает смотреть, а сколько он на эту профессию выучит, сколько он будет зарабатывать. Он уже мониторит рынок, понимаете, он сам это делает. Его где-то родители подсказывают. Ага, тиктокер полтора миллиона зарабатывает в месяц, а я вот буду на 50 тысячах рублей, а когда из института выпускаюсь, мне квартира недоступна, понимаете, от вот этой промышленности, от производства, от всего. Потому что ипотека 65 тысяч рублей, а зарплата у меня будет 50. Смотрите, корпоративного университета нет у этого предприятия, производственного или промышленного. Мы перекладываем ответственность на систему образования. Система образования та, которую вы сказали, соответственно, что имеем, то имеем. И в итоге что ребенок выбирает? Вопрос. Вот реально, вы когда собираетесь брать на себя ответственность? Вот вы сказали, не готовы брать на себя ответственность. А когда вы начнете брать на себя ответственность? За детей, за наших с вами детей, за будущее страны. То есть, имея в виду то, что вот вы хотите промышленность поднимать, производство, сделайте корпоративный университет при этом предприятии. Обучайте то, чему недоучают. Еще раз, сделайте это. Обеспечьте жильем так, чтобы у него голова не сидела в свои 18-19 лет. Что будет, если у него там завтра перелом, я не знаю, там, еще что-то. Ему надо платить ипотеку 65, у него зарплата 50. Они вон все в такси, в такси на подработках. Когда вы будете вот этими вопросами заниматься? Можно, конечно, это вопрос не лично ко мне. Это вопрос не моего уровня. Но вы говорите о том, чтобы система образования государственная должна обеспечить жильем. Но как бы для меня... Так это вопрос не к образованию. Вы понимаете, лично мое мнение, я могу его высказать. На сегодняшний день образование, так скажем, это элемент для промышленности. Эта промышленность должна приходить в образовательные учреждения и совместно это развивать. Мы на сегодняшний день иногда председателя ГЭКа ищем, по две недели никто не приходит. Либо председателей на комиссии. Есть у нас вот ключевые партнеры, которые всегда и везде. То есть само по себе образование эти вопросы решить не сможет. Вот у нас нету этого функционала. Я думаю, нам очень хорошо раскроет эту тему. У него прекрасный опыт в этом направлении. Вы знаете, само по себе образование инициировать создание корпоративных университетов, к сожалению, не может. По одной простой причине это несколько ограничено существующим и действующим законодательством в этой области. Но промышленность, как было сказано, мы идем на контакт, поверьте мне, представитель промышленного предприятия, с колледжами, университетами и работаем в этом направлении. Но есть моменты, которые, к сожалению, нас ограничивают. Продолжение следует...